Легенды Крыма. Святая Кровь. Туклукское предание. Что это за рой кружится над церковкой, старой Туклукской церковкой греческих времен? Не душили погибших святую ночь Рождества? Еще не знали в Крыму Тамира Ксака, но слух о хромом дьяволе добежал до Тавра и поднялся в долине безотчетный страх перед надвигающейся грозой. Плакали женщины, беспокойно жались к матерям дети и задумывались старики, ибо знали, что когда набегает волна, не удержатся песчинки. Скорбел душой и отец Петр, благочестивый старец, не носивший зла в сердце и не знавший устали в молитве. Только лицо его не выдавало тревоги. Успокаивал до времени священнослужитель малодушных и учил мириться с волей Божией. Как бы ни было тяжко подчас испытания. Так шли дни и близилось Рождество, праздник, который с особенной торжественностью проводили греки в Туклуке. По домам готовились библейки, выпекалась Василопита, хлеб святого Василия с деньгой, которая должна достаться счастливейшему в новом году. Лучше, чем когда-либо, поднялся хлеб Зефиры, двадцатилетней дочери Петра. И мечтала Зефира, чтобы вложенный ею в хлеб золотая монета досталась юноше, которого ждала она из Сугдеи с затаенной радостью. Только не пришел он, как обещал. Стала смеркаться, зазвучала церковная била вечерним призывом, а юноши все не было. Склонив в печали голову, стояла в церкви девушка, слушая знакомые с детства молитвенные возгласы отца. И казалось ей, что никогда еще не служил отец так, как в эту ночь, точно из недр души и из тех далеких пределов, где человеческое существо, готово соприкоснуться с божественным откровением, исходило его благостное слово. Веяло от него тепло мира, и под песенный напев, в тумане сумерек, при мерцании иконостасных лампад, чудился кто-то в терновом венце, учивший не бояться страданий. Каждый молился, как умел, но тот, кто молился, понимал, что это так. Смолкнул священник, прислушался. С улицы доносился странный шум. Смутились прихожане. Многие бросились вон из церкви, но не могли разобрать, что делалось на площади. Они только слышали дикие крики, конский топот, бряцание оружия, проклятие раненых. Побледнел, как смерть, отец Петр. Сбылось то, что поведал ему как-то пророческий сон. — Стойте! — крикнул он, обезумевший от ужаса толпе. — И слушайте! Бог послал тяжкое испытание. Пришли нечестивые. Только вспомним первых христиан и примем смерть, если она пришла, как подобает христианам. В алтаре под крестом есть подземелье. Я впущу туда детей и женщин. Всем не уместиться. Пусть спасутся хоть они. И отец Петр сдвинул в престол, поднял плиту и стал впускать детей и женщин по очереди. — А ты! — сказал он дочери, когда осталась она одна из девушек. — А ты! — Я при тебе, отец. Благословил ее взором отец Петр и, подняв высококрест, пошел к церковному выходу. На площади происходила последняя свалка городской стражи с напавшими чаготаями Тимура. С зажженной свечой в одной руке и крестом в другой, с развивающейся белой бородой, в парчевой ризе, стоял отец Петр на пороге своей церкви, ожидая принять первый удар. И когда почувствовал его приближение, благословил всех. Нет больше любви, да кто душу свою положит за други своя. И упал святой человек, обливаясь кровлю, прикрыв собой поверженную на пороге дочь. Слилась их кровь и осталась навеки на ступенях церковки. И теперь, если вы посетите эту древнюю маленькую церковку, вы, если Господь осенит вас, увидите следы святой крови, пролитой праведным человеком когда-то, много веков назад, в ночь Рождества Христова. Пояснение к легенде святая кровь. В двух верстах от деревни Козы, в сторону Судака, находится небольшая деревня Токлук. На бугре, при въезде в деревню, стоит древняя церковка Святого Ильи. Очень чтимое место населения. На каменной плите порога показывают следы крови, пролитой некогда в ночь Рождества. Кандараки, в первой части универсального описания Крыма, страница 251, говоря об этой церковке, приводит легенду об убиении в ее алтаре мусульманами священника при занятии феодосией русскими войсками. Но моя прабабка, местная уроженка Панцихрия Ставра Цирули, рассказывала, что священник был убит во времена Тимура Аксака. Нашествие Тимура, владетеля Чагатаев, на Персию и Русь, относится, как известно, к 1390 годам. Василопита Хлеб в честь святого Василия, начиненный пережаренную на масле мукою с медом. В Василопиту кладут одну или две серебряных монеты. На Новый год хозяин дома разрезывает Василопиту на куски по числу членов семьи и домочадцев. Верят, что кому-то останется монета, тот будет счастлив в Новом году. Если же монета попадет под нож, то жизнь кого-либо из членов семьи будет в том году пресечена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова